Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наша дорогая, уважаемая, поющая и красивая гостья. Друзья, как мы и обещали, в гости к нам пришла Эмма М. Эмма, привет! Добрый день! Мы тебе безумно рады. И откроем небольшую тайну, что пришла ты к нам не с простыми, не с пустыми руками. Мы сегодня будем презентовать твою новую работу. Да, если можно. Если можно. Нужно, конечно. Но чуть попозже. Давай сначала расскажи о себе. Как дела? Как вообще сейчас настроение, несмотря на погоду? Что-то так грустное. У меня очень хорошее, на самом деле, настроение. Спокойное, боевое, подготовка, как всегда, концертом и так далее. Осень я люблю. Осень — это мое любимое время года. Я наполняюсь новыми красками, стараюсь вытащить из себя какие-то потайные штучки и выложить это все в какое-то большое творчество. Тоже открою небольшой секрет. Сейчас, когда мы смотрели клип «Сопротивление бесполезно», Эмма сказала, что всегда у нее такое особенное состояние, когда она исполняет эту песню. Токовое. Такое короткое замыкание. Правильно. Ну, слушайте, это ощущается в песне. У меня вопрос. Скажи, вот осень. Хорошо ли осенью пишется тебе? Вообще отлично. Вот я же говорю, это мое любимое время года. Я в основном пишу стихи, и я заполняю очень большое количество тетрадей. Прямо вот такие стопки у меня. Но не всем доступны мои стихи, но я думаю, что в скором времени я все-таки... Может быть, Томик какой-нибудь маленький и будет моих стихов. Я выпущу. Причем ты пишешь именно от руки, да? Да, я от руки пишу, я не пишу в компьютере. Хорошо. Мы будем ждать Томик, но гораздо раньше Томика выйдут концерты. Да. Давай-ка вот об этом расскажем, потому что... Да, хотела бы пригласить всех своих слушателей на своих... И зрителей? И зрителей, да. Я уже... Я всегда забываю, что у вас камеры везде. А мы тебе напоминаем, у нас работа такая, да? Вот, 9 февраля Известия Холл Москва и 13 февраля Аврора Холл Санкт-Петербург. Буду всех ждать. Будет живая музыка и живые эмоции. Все как всегда. Билеты, друзья, уже в продаже. В интернете все подробности. Заходите. Тут же Кассир.ру там все это можно... Кассир.ру. Обязательно заходите, покупайте билеты. Да, в продажу уже. Февраль. Это у тебя программа будет новая, лучшая или как-то ты ее назовешь? Это будет улучшенная программа. Модернизированная. Да. Мы решили поработать над аранжировками, над звуком. Возможно, еще будут песни в акустической версии, что я очень люблю. Поэтому, да, новый звук. Слушай, а отличается аудитория в Москве и в Питере? Ты же уже разбираешься, чувствуешь людей. Где какую программу? Я думаю, что все-таки у меня слушатели всегда на одной волне. Они всегда очень тепло встречают. За что хотелось им сказать большое спасибо. Друзья, если вы хотите сказать спасибо Эмми Эмм за что-нибудь, тогда 8909-928-189-9, смс, ватсап, вайпер, пишите или вопросы задавайте. И группа ВКонтакте, страна ФМ, да, задавайте вопросы. Я думаю, что Эмм с удовольствием прокомментирует и ответит. Скоро вернемся. Друзья, это телерадиоканал Страна ФМ, программа «Лучшие в стране». У нас сегодня в гостях Эмма Эм. Всеми чакрами, всеми фибрами души мы радуемся визиту Эммы. Расскажи, как лето-то прошло? Было ли? Прекрасное лето, прекрасные две недели отпуска в Италии. Ох ты, незабываемо. Мы видим вот это вот в Рузе глазах, что Италия и лето, оно осталось где-то в биографии. Это вселенская грусть и легкость бытия. Слушай, ну а так все лето в работе было, остальные, кроме тех двух недель. Ну да, мы так, то там, то сям. Ну все как всегда, артист уже... Об этом нам расскажет Инстаграм. Инстаграм, да, кстати, заходите, смотрите, как мне отдыхалось хорошо, как я побывала в Милане, в Парме, в разных городах Италии. Объездила, да, почти всю Италию. Кстати, про Инстаграм. Перед твоим приходом я как посмотрела, очень активно тебе задают вопросы твоя аудитория, и ты, что немаловажно, активно отвечаешь. То есть у тебя такой прям пунктик, да, быть открытой. Конечно, я считаю, что неотъемлемой частью общаться со своей аудиторией, чтобы иметь обратную связь. Ну а как же? А причем ты общаешься, да? То есть нет какого-то специально обученного редактора? Нет, я веду свой Инстаграм. Вот, вот, друзья. Вот, вот, учитесь. Берите пример. Я никому не даю свой Инстаграм. Правда, мне уже предлагали, три раза мне предлагали ввести мой Инстаграм, но я говорю, нет. Накрутка, лайки. Я хочу быть честной со своей аудиторией, поэтому... Расскажи вот о одном честном посте, видеоролики, которые мы видели, в ваше общение с Ириной Мироновой. Режиссер, клипмейкер. Это, да, это забавно. Просто остался реквизит с ее съемок клипа, с недавнего. Вот, и что-то я так решила, увидела эту кучу денег, думаю, так, надо что-то быстро придумать. И пока Ирина рядом, что-то надо замусить. Да, ну, в общем-то, мы и придумали все это. За пять минут, и даже без репетиций, быстренько все это отсняли. Друзья, это учебное пособие для начинающего артиста, как общаться с известным режиссером-клипмейкером. И, кстати, это все правда. Да, Ирина мне однократно об этом говорила. И вот, Ирина, что я работаю за деньги. Ира так выглядит там органично, что нет никакого намека, что это какая-то постановка. Верим, верим, верим. Кричем верю. Ну, и еще вопрос, который, опять же, касается интернета. У тебя же влог появился, да? Вот там... Да. Ну-ка, расскажи об этом. Выходят влоги не часто, но я уже монтирую второй. То же самое? Свой влог про гастроли. Там гастрольная жизнь, закулисье, все самое интересное, о чем люди хотят знать. И сама монтируешь? Мне помогает мой младший брат. А, какая прелесть. Значит, что будет? Давай небольшой спойлер, что там, да, тизер такой. Будут гастроли, значит, Салихард, и немножечко будет Батуми. Ну, как там примерно? Ну, там все увидите. Я думаю, вот уже через недельку. Класс. И брату подкинуло работу. Да, это будет на регулярной основе, но я надеюсь на это, что я буду успевать все снимать. Брат, как зовут? Давай привет. Брат Саша, Александр. Брат Саша, вот тебя, видишь, нагрузила настоящая старшая сестра. Нагрузила работы. Я же назвала его Александром, поэтому мне приходится, да, и нагружать. Режиссер влога, да, Александр? Монтирует, снимает, да. Друзья, мы сейчас сделаем маленькую паузу, после которой вернемся. Не забывайте, что до конца этого часа у нас будет новая видеоработа от ММ. МММ. Мне без тебя не в кайф Вся эта бьютифу лайф Без тебя, без тебя В сердце моем печаль Словно холодная сталь Без тебя, без тебя Может, у любви сломано крыло Летать она не хочет нам назло Вот и разошлись В море корабли Наверно, по-другому Мы не смогли Я забуду Сцены прощания Глупые Старания Только плачет Сердце прекрасное Я самая Несчастная Мне без тебя не в кайф Вся эта бьютифу лайф Без тебя, без тебя В сердце моем печаль Словно холодная сталь Без тебя, без тебя Мечты без тебя Мечты без тебя пусты И звезды не падают И птицы не так поют Мне без тебя, без тебя Мне без тебя не в кайф Вся эта бьютифу лайф Без тебя, без тебя В сердце моем печаль Словно холодная сталь Без тебя, без тебя Дорогие друзья Возможно, вы не видите В нашей студии Зеркального дискотечного шарика Но внутри у нас это все есть И внутри у нас бьютифу лайф Друзья, пишите Эмма, Эмма у нас в гостях Эмме, вы можете задавать свои вопросы Группа ВКонтакте Страна FM WhatsApp Viber 909-928-189-9 На самом деле вопросов много Эмма И вот в частности такое Как ты относишься к критике Отвечаешь ли всяким хейтерам В инстаграм, в социальных сетях Ну и все в таком духе Мой любимый вопрос Частенько сдают Да Критики К хорошей, здоровой Отношусь положительно И Так, если по делу, да Что-то рекомендуют Очень хочется мне, кстати Чтобы мне люди Которые разбираются в том, что я делаю Говорили И поправляли меня Чтобы было лучше Чтобы это улучшалось Вот вообще к чему даются комментарии А не к тому, чтобы как-то задеть человека Или сказать Вот какой ты плохой Не аргументировав совсем это Никак Ну вот так Ну как правило Это пишут идеальные люди Практически херувимые Понимаешь А ты даешь обратную связь? Ты можешь взять и написать кому-то Что-то там Сменитому человеку Конечно Да В основном хорош Я так и делаю Может это такое Я могу ответить человеку Тем же словом Которому Он ответил Просто сделать это деликатно И Поставить его в положение Чтобы он задумался И поставил себя На мое место Хотя бы Ну вот так вот Да В инстаграме у тебя нашли мы интересную цитату У нас есть институт изучения инстаграма Так Большинство людей Ведет безнадежное существование То, что зовется смирением На самом деле Есть убежденное отчаяние Да Это я читаю сейчас одну книгу К сожалению У меня Плохо Я запоминаю авторов Но Название этой книги Время трясения называется Эта фраза Именно оттуда Она мне очень понравилась И Я поняла Что я согласна С этой фразой Абсолютно Ну вот смотри Как человеку По-твоему Выскочить из этого Такого существования Как начать жить Не бояться Выходить из зоны комфорта Прежде всего И вот Что скажет Не бояться В частности Не всегда же тебя принимают С такими правильно Раскрытыми объятиями Надо уметь это тоже Тебе вот Насколько легко Выходить из этой зоны комфорта Мне легко выходить Потому что Я живу этим И Чем меньше движения Я начинаю засыхать Наверное мне проще в этом Но сложнее Быть самой собой Потому что Чем Открытым Ты становишься Открытие Да Тем Больше ответственности Ты на себя возлагаешь Тем больше Ты показываешь Свои слабые стороны За что можно зацепиться В этом Наверное Вся сложность Но с другой стороны Ты являешься Являясь собой Тебе проще Быть честной С миром Мне проще Да Ну да Наверное так Ну наверное Ты имеешь ввиду Что больше уязвимым Человек становится Да Все открыто Да Конечно Ну мы желаем тебе Внутренней силы Она у тебя есть Спасибо вам большое Чтобы она Только приумножалась Годами Кстати что тебе Вот Что наполняет тебе Сила и энергия Потому что Ты тратишься На концертах Будь здоров Мне кажется Скажу правду Что Когда я выхожу На сцену И исполняю Песни Когда идет Обратная связь Я Я сначала Выхожу С мыслью Что Я не получу Этой обратной связи То есть Я выхожу Безвозмездно Отдавать Да Но когда я ее Получаю В два раза больше Меня так Прет Товарищи Что мне хочется Еще дать Сразу три концерта Но когда я выхожу Со сцены И я все Я просто Настолько распластана По дивану В который я сразу Падаю в гримерке И я могу Сутки потом Отходить Просто Вот морально И даже физически А вы говорите У артистов Легкая жизнь Да никто так не говорит Мне кажется Уже Иногда пишут Уже Скажи А ты сама Часто ходишь На концерты Других исполнителей Я редко хожу К сожалению Потому что Мне редко Кто нравится Я редко Даже кого уважаю На сегодняшний момент В нашей Российской стране Ну Есть может быть Пара-тройка Музыканты Есть Последний раз Я ходила на концерт На шоу Макса Барских И как? Офигительно Товарищи Зарядил Это хороший уровень К чему нужно Кстати стремиться Многим Именно Сам концерт Сам Комплексный подход Самообрамление Сам звук Это все очень продуманно Туда очень много Вложено денег То есть Это качество Скажи Деньги Это там Самое важное Или Это неотъемлемая часть Я считаю Ну конечно Потому что Если ты хочешь Делать шоу Ты должен вкладываться В любом случае Кстати У Эмы Концерты в феврале Мы о них напоминаем Это тоже будут шоу Ты говоришь Не ходишь На наших Отечественных Исполнителей Есть же Зарубежные Которых Наверное В зарубежном Очень редко Можно попасть Ну именно Кто На чей Концерт Послушайте Кому я хотела Попасть Это был Джордж Майкл Но к сожалению Его уже с нами нет Это была Кстати для меня Большая потеря Единственная Моя потеря Когда я прям Реально сожалела Когда артист Ушел из жизни Я бы наверное Сходила на Лару Фабиан Если бы она приехала Но она кстати Часто приезжает В Россию Но почему-то Мне так и не удалось Побывать на ее концерте Ну может Лара К тебе придет На феврале Лара Посмотри пожалуйста В интернете Билеты еще есть Или в Москве Или в Питере Мы ждем Сейчас пока Лара Заказывает билеты На концерт Эммы Маленькая пауза После которой Вернемся Друзья Даем вам возможность Сегодня пообщаться С Эммой Эмм Ну и конечно Не пропускайте Очень скоро Мы посмотрим Новый клип Эммы Давай о нем Поговорим Называется он Солью Почему такое название Интересное Солью И можно провести аналогию Через песню В моем сердце Написано солью То есть на рану На такую большую В виде сердца Еще и посыпано солью Представляете Как это жжет там внутри Не хотим Представляете Песня основана На реальных событиях Друзья Да Кстати Ну а как слушай Так спето Так сыграно Не может быть просто Какое-то воздушное искусство Скажи давай про клип Тоже расскажем Как создавалось Кто снимал Там же тоже Такая интересная идея Много ли ты ужасников Посмотрела Да Я люблю об этом рассказывать Потому что Сценаристом Этого клипа Стал мой продюсер И мы с ним вместе Совещались как-то И решили Что я должна лежать На операционном столе Вот именно На операционном столе У нас мысли Сошлись Вот А режиссерами Этого клипа Стала команда Антистатик Про Которые снимали Мне самые первые клипы Это штрих-коды Ракеты Поэтому мне с ребятами Очень было комфортно работать Я уже им доверилась И сказала Делайте со мной Что хотите Вот они переодели Моих музыкантов По сценарию Врачей Значит И они В хирургов В хирургов Да И они из меня Вытаскивали Все то Чем я наполнена А это именно там Музыка Книги Вино И так далее Книга Хемингуэя Да Кстати Кто интересовался Вот вам ответили На вопрос Скажи пожалуйста Back for good Это седьмой И самый продаваемый Альбом Группы Modern Talking На кассете Там еще была Кассета Знаете какая Михея Джуанджи Сука любовь Тоже мне нравится То есть ты написала Список Ребят Вот вытаскиваем Из меня Все это вот этим я наполнила А как же Бутылка Очки Наушники И не только Все это Все это было по сценарию прописано Как и должно быть Насколько музыкантов Сложно было обучить Вот этим Врачебным Манипуляциям Вообще у ребят Это был дебют Им было сложно сниматься Первый раз Волновались Снялись Волновались Очень сильно Я просто Лежала У меня такая Знаете Роль была Просто лежать Но это тоже Было сложно Не двигаться Там в каких-то моментах Не смеяться Не смеяться Но они больше смеялись Я их так У них маски Поэтому и были Это же серьезный процесс Хватит уже Придуриваться Вот Их очень Знаешь как актер Долго снимали их Значит Был еще один Участник съемок Которому Как мне кажется Не заплатили гонорар Так Это кукла Кукла Оооо Это отдельная история Ну как С менеджером куклы Как вы договорились Куклы сделаны На заказ И с нами Произошла такая Ситуация Когда мы прилетели С гастролей С Южно-Сахалинска Представьте Мы прилетели В Москву И в Москве Мы узнаем А на следующий день Съемки В Москве Мы узнаем Что А куклы-то Не доставлены И мой директор Быстренько Из аэропорта Из Москвы Представьте Едет в Краснодар На поезде В город Миллионник И с утра Где-то в 6 утра Он приезжает В Москву С этими куклами И едет сразу же На площадку Герой То есть Это Я не знаю Как вообще Как такие вещи Происходят Но мы все успели Но куклы же Они основаны тоже На каких-то Страшных фильмах Это мой образ Кстати Вот образ Но Этот образ мы видели Уже вот Примерно такой же В кино Когда-то он использовался Слэш Против Зловещих Мертвецов Что-то такое Эш Эш Я все время путаю Видите меня с названием И плохо Слушай, ну а ты всегда так В своих работах Клипах Даешь какую-то идею Да То есть цифр Должна быть соавтором То есть для тебя это важно Да Для меня это очень важно Потому что Ну а как искусство Должно нести в себе Само слово искусство Оно уже несет в себе Понятие наполненности Какое-то То есть когда тебе режиссер Будет переубеждать и говорить Ну нет, вот это лучше Ты Смотря какой режиссер Смотря какие идеи Конечно Если это именитые режиссеры Либо это Ирина Миронова Либо Алан Бадоев Которые Они Они мастера своего дела Я не буду с ними спорить Потому что они лучше знают меня Я все-таки Пою И создаю И пишу Да Ну что, друзья Мы готовы уже Посмотреть новую работу Потому что Многие сейчас нас слушают Смотрят Клип еще не видели И даже не понимают О чем идет речь Да Ну что Смотрите Эмма Мы готовы презентовать Прямо сейчас На нашем эфире Звучит И идет картинка Клип с Олью Слушаем и смотрим Прямо сейчас Интересно Интересно Да Друзья Если вы Сейчас Слушаете А вот Все Началось Укладывают Все Эмма положили На передовый стол А дальше Мы Отдаем Разное управление Хирургам Анестезиолог Включился в работу Все Любовники Герои Порой Не зная С кем Играли Свои роли Почти БДСМ Пятьсот Оттенков Серых Расделим На двоих Затянут Узел Крепкий Осколки Губ Мало Помалу Со своей Сольной Программой Опять Сфитур Начинаешь Концерты Сцены Скандалы Надо Ленада Целуешь Снова Кусаешь Словами Ты бьешь Нас ласкаешь Бросаешь Не отпускаешь Моем сердце Написано Солью Если хочешь Любви А играть Так играй Я оставлю тебя С твоей ролью До свидания Друг мой Прощай Прости меня Я ухожу В тебе Нет больше Огонь В моей душе Нет больше Места Для тебя А может это Пытка И заигрались Мы Последняя попытка Сбежать Из тустоты Найти кусочек Счастья На берегу Реки Но город Рвет на части Беги Беги Мало Помалу Со своей Сольной Программой Опять Свет Тур Начинаешь Концерты Сцены Скандалы Надо Целуешь Снова Кусаешь Словами Бьешь Нас Ласкаешь Бросай Не отпускай Мое сердце Написано Сою Если хочешь Люби А играть Так играй Я оставлю тебя С твоей ролью До свидания Друг мой Прощай Прости меня Я ухожу В тебе Нет больше Огонь Дна В моей душе Нет больше Места Для тебя Прости меня В моем сердце Написано Сою Если хочешь Любви А играть Так играй Я оставлю тебя С твоей ролью До свидания Друг мой Прощай Прости меня Я ухожу В тебе Нет больше Огонь В моей душе Нет больше Места Для тебя Ну все Эмма Жила В общем Из этого Клипа Друзья Мы понимаем Что это не только Классная художественная работа Но и что Возможно Вторая часть Часть 2 Точно Спасибо Спасибо Прекрасно Парни Прекрасно Справились Молодцы Ребята Мы вас хвалим Дружно Мы вас хвалим Сутки снимали Ну да Где-то Было Я так смотрю Весело Очень весело Ребята вообще Кайфанули Сказали большое Вам спасибо За этот процесс Скажи пожалуйста Приносила ли ты Это показывать Ирине Мироновой Так вот Да Сразу Еще до монтажа Совет какой-то Может быть От Гуду И что Какая обратная связь пришла Ну Все что Все комментарии Я использовала А учли Все учли Все учли Слушай Это приятно Когда есть такой Наставник Который помогает И вообще Реагирует Мне повезло Кстати Очень Мы Ирине тоже Придаем привет Ир большой привет Чтобы там в школе Все нормально По выходным Чтобы кино снималось Да все хорошо В выходной Нет точно У тебя Скажи по поводу Выходных Уже раз К слову пришлось Они у тебя есть Вообще как проводишь Почти нет Ну если Есть свободное время Вы знаете Мне хватает на самом деле Чем меньше выходных Тем Больше ты чувствуешь себя В тонусе Ну как проводишь Мне нужно больше работать Читаешь Хемингуэя Покупаешь золото Я в тишине В тишине Люблю дома Без всяких Там Шумных компаний В уединении Такое Да Книга Музыка Пластинки Такой знаете Бабушкин вариант Ну ладно Бабушкин Бабушкин вариант Просто романтика Все Да Уединение нужно Да Очень люблю Чтобы наполниться Ой ну планов много Давай еще раз напомним Что уже в феврале Друзья у нас состоятся У нас говорю У нас Я вас тоже приглашаю На свой концерт Спасибо Мы с удовольствием Придем Скажи Вот это время Вот это время Да сейчас До февраля Что будут Будут репетиции Гастроли Что Какие планы Будут гастроли И очень много репетиций И Мы хотим все-таки Создать какую-то Визуализацию На сцене Поэтому еще с этим Будет работа И внутри Работа будет Внутренняя Это очень важно Наверное самое важное Что может быть Очень много работы Впереди Съемка будет там Как у тебя планируешь Съемка Я думаю Что будет в Санкт-Петербурге Съемка Петеру большой привет Друзья Есть несколько вопросов Которые тебе Люди оставляют У нас вконтакте Значит Привет От Эвира Котлярова Мы тебе передаем Привет Даша Лис пишет Прости меня Пожалуйста Скажите ей Говорим тебе За что? Ну Наверное У Даши есть Какая-то вина Вот она По крайней мере Простит Все прощены Какую кухню Какую кухню предпочитаешь Спрашивает Ильяс Кухню Да Итальянскую Французскую Лягушечьи лапки съешь Да С удовольствием Ела кстати Пробовала Во Франции Именно Да и в Таиланде Я тоже пробовала Зашло Да курица и курица Господи Еще у нас вопрос такой Игорь пишет Вот ты говорил Видимо К нашему Предыдущему Выходе О том Что не надо бояться Выходить из зоны комфорта Вот как это сделать Потому что страхи Бывают Шире Моих возможностей Мне так кажется Игорь Страхи Когда вам страшно Бегите навстречу Своему страху Ну Это Мой эталон К К успеху Ключ к успеху Надо уже перестать Держаться за мамкин подол И Делать вещи Какие-то самостоятельно И не бояться Потому что Если не вы То никто Слушай Хорошая мысль Я думаю Это можно Как-нибудь В песню облечь Да Действительно Кстати Хорошая идея Какой запрос Все почему-то у тебя хотят Спросить Как не бояться Как выходить из зоны комфорта Потому что много таких вопросов приходит Видимо Какой-то ты И бегите Примите к своему страху Просто бегите Не задумываясь Вообще Не надо задумываться Вот когда вам страшно Не думайте Идите и все Делайте Сразу надо делать Пока еще песня в прозе Но уже Просто не оставляйте шанса На раздумья Вот Наверное Эмма Татьяна Васюхина пишет Привет из Санкт-Петербурга Здравствуйте Песня Маленькая девочка Ну прям в душу Маленькая девочка? Маленькая девочка Я не знаю что это за песня Ну видимо Она знает Может быть ты написала песню Маленькая девочка Но не помнишь уже Когда будешь у нас В Южно-Сахалинске Как часто приезжаешь домой? Пишет нам Инна Совершенно недавно Был концерт На моем родном острове В моем родном острове Но в городе Невельск К сожалению Нас не пригласили В Южно-Сахалинске выступать Мы очень этого ждем До сих пор И надеемся Ну а так само бываешь? Частенько ездишь Или не получается? Не так часто Но у меня живут там родители И я стараюсь Когда у меня выходит Свободная минута Ну не минута Неделя хотя бы Чтобы прилететь И их увидеть Я всегда это делаю Вот Родителям какая песня Больше всего нравится? Все нравится А ты кстати Прислушиваешься к мнению? Или у вас такие уже Дружеские отношения? Родители не Как-то не комментируют ничего Просто нравится, нравится Но советов не дают Им все нравится Они не говорят мне каких-то плохих вещей Они меня всегда поддерживают Советы не дают Потому что я их не спрашиваю Но иногда спрашиваю Только такие, знаете, личные, наверное Не в творческом плане За это ему большое спасибо И спасибо тебе за теплоту глаз Которую ты излучаешь Спасибо Когда говоришь о родителях По поводу излучения и энергетики Что это за история? Что техника на тебя иногда реагирует Странным образом? Расскажи, пожалуйста И что происходит? Поведаем В заведениях Очень часто происходят такие моменты И я захожу просто даже покушать бывает Ресторанчик какой-нибудь Именно в заведениях, да? В заведениях, да Почему-то не знаю То есть наши студии бояться не стоит У вас хорошая студия Одна из лучших, кстати Спасибо Вырубаются лампочки Буквально лопаются просто И, кстати, недавно на днях Дома у меня перегорело все И электрики Три раза приезжали ремонтировать ко мне свет И каждый раз он отрубался И они приезжали, разводили руками И говорили Мы не можем сделать Но у тебя есть какой-то ответ? Почему так происходит? Что это такое? Ну, внутренняя энергия просто Иногда, когда во мне очень много накапливается Знаете, я иногда же терплю людей, правда? Иногда накапливается такая внутренняя энергия Но я стараюсь ее не пускать в людей А пускать их в лампочки Пускать ее в лампочки Слушай, и такая тенденция То есть это уже неоднократная история, да? Да это постоянно происходит То оборудование какое-нибудь загорится, знаете, старое То еще какая-нибудь фигня Сейчас после нас Сэма просто пойдет в пиццерию какую-то, да? И там сразу приготовится Просто уже Взрыв Как говорил Иван Васильевич в кино Да ты ведьма! Что-то, что-то такое Меня иногда так называют, да А, да? Мне кажется, вы все такие вот с Дальнего Востока Что-то умеете? Все-таки творческие люди, понимаешь? И там действительно край такой интересной энергетики Да Друзья, Лада, мы еще раз должны напомнить Что у нас в феврале будут сольные концерты В двух столицах В обеих столицах, да Я очень готова ждите Я прям жду этого, не дождусь Но впереди такая подготовка длительная Кропотливая, большая Бессонные ночи И кайфовая на самом деле Я от процесса кайфую Когда идут какие-то репетиции Вот эта суета Все этот процесс Он меня наполняет жизнью Значит, наполни, пожалуйста Наши запасники любопытство Есть же такая новость Она витает Что будет какой-то дуэт у тебя Хотя бы так вот Ожидайте В ближайшее время Думаю, что может быть в конце ноября Или в начале ноября То есть через месяцок Да, все зависит от того Как мы сойдемся Но я думаю, что мы сойдемся Но это будет сюрпризом Конечно Рвутся То есть все сойдется Да, мы одной крови Можно так сказать Спонсор Союза Минэнерго Я думаю В общем, ждите Будет хороший сюрприз для вас Но пока ничего не говорим Да? Но это он или она? Мы можем сказать? Он Ой, ну хорошо Друзья Вот на этой интригующей ноте Мы расстаемся Эмма Эм была в гостях У страны ФМ Голосуйте за клип Эммы Собственно, ставьте лайки Там, где его увидите Заказывайте, да В программе по заявкам Заказывайте песни Эммы У нас в эфире Ну и, конечно, ждем Теперь обещанный дуэт Конечно И концерт тоже Спасибо вам большое Эмма, спасибо тебе огромное Желаем успехов Вот этого кайфа от процесса Чтоб он всегда тебя сопровождал Спасибо До встречи Пока До новых встречи Лучшее в стране